ЗОЖ. Здоровье. Спорт. Жизнь. Ольга Болезина. Привет, Оля. Привет. Спасибо за такое представление. Но я действительно постараюсь быть честной. Да, я всегда такая, но хочу сразу сказать, что то, что будет мной сегодня сказано, это вот... Не руководство к действию, да? Не руководство к действию, но это мой личный опыт. Для меня вот это правильно, то, что я для себя выбираю в части безопасности психической. А и так-то, на самом деле, психологической, вот то, что информационные все эти наши перегрузы, это здоровье психологическое наше. Хочу немножечко рассказать слушателям, почему Ольга сегодня здесь в студии, потому что Ольга в журналистике больше 10 лет. Оль, сколько точно ты на радиостанции? Я на этой радиостанции 9,5 лет уже. 9,5 лет, да. А в принципе опыт твой, он еще шире. Да. Больше не буду говорить, чтобы возраст свой не выдавал. И Ольга, как никто знает, как обрабатывать информацию, собирать и передавать ее правильно, да? Знает, как выбирать компетентных источников, как проверять информацию, и поэтому мы об этом сейчас поговорим. Еще что ценно, Ольга придерживается здорового образа жизни, что для нашей программы, конечно, крайне важно. Ну, я хотела сказать, что здоровый образ жизни – это в первую очередь мера. Ну, то есть он здоровый в меру, скажем так, оставляя себе право на какие-нибудь вещи, которые ты себе позволишь, за которые себя не накажешь, но через раз иногда накажешь. Хорошо, мы тоже сейчас об этом во всем поговорим. И у меня первый вопрос. Как не свихнуться сейчас в мире информации, которая льется буквально отовсюду? Это телевидение, радио, это печать, да, но это уже такие забываемые, скажем так, источники информации. Это, конечно, соцсети, это смартфоны, это мессенджеры, в которых тоже сейчас целые микросми появляются, да, с огромными аудиториями. Это блогеры, это интернет-инфлюенсеры. И как же здесь быть, какие все-таки источники выбирать и твои правила, наверное, информационного детокса? А можно я некрасиво вопросом на вопрос? Мне вот иногда кажется, что вот эту потребность в информационном каком-то детоксе и ограничении испытывают, ну, наверное, вот журналисты и те, кто с этим работает. Какие-нибудь там пиар-службы, еще кто-то. Потому что не от всех я слышу запрос на то, чтобы быть свободным от информации, да, которая льется просто потоком. Вот мы сейчас с тобой сидим, и с телефона у всех ведь жужжат. Конечно. И есть куча народу, которые продолжают посылать сообщения, не всегда там это по делу или по работе делиться какими-то там картинками, видео и просто репликами. А что касается каких-то советов или лайфхаков лично моих по поводу того, как не свихнуться в потоке информации, я вот стараюсь начинать свой день. Ну, на самом деле ведь нет ничего важнее работы. Вот я в рабочее время начинаю свой соцсетевой день, да. То есть стараюсь до этого времени туда не заглядывать, заниматься какими-то делами оффлайновыми. То же самое вечером. Часто, кстати, это невозможно, но если получается, то лучше вечер провести тоже без телефона или, по крайней мере, еще один совет – не реагировать на каждое сообщение. Потому что очень часто, да почти всегда нет такой важности дел, которые не потерпят какого-то времени. Накопите эту пачку, проверьте. Вы увидите, что там, дай бог, если 10% чего-то, что требует вообще в принципе какой-то реакции достаточно оперативной, чаще всего нет. Еще одна вещь, которую я делаю, но не знаю, насколько это хорошо, самые там близкие или какие-то важные люди, общение с ними я немного откладываю. Но это позволяет ответить более осознанно, большой кусок информации человеку написать. И в это время не продолжается ваш с ним диалог. То есть ты себя от этого диалога важного, несомненно, ограждаешь. И он такой более растянутый во времени. Это, правда, экономит. И ты знаешь, что человек на тебя точно не обидится за то, что ты там долго ему отвечал. Контроль экранного времени – хорошая вещь. Я не знаю, я сама не пробовала, но я попробовала зато контроль королей. И я должна сказать, что это работает, потому что я уже сразу там за, наверное, 2-3 недели вижу, как меняются мои привычки в питании. Потому что я вижу, где конкретно какой продукт чего хорошего, чего плохого несет, сколько я его съедаю. И тут начинаешь думать, что надо, наверное, чем-то другим заменить. Возможно, вот эти вот подсказки, которые нам телефон дает, контроль экранного времени или какие-то еще ограничения, тоже могут помочь. Но я сама не пробовала. Видимо, не настолько еще устала. Нуждаешься в этом информационном детоксе. Ну вот даже последние полторы недели, когда мы на самоизоляции, мы, наверное, все уже присытились отчасти онлайн различными проектами. И вот это общение, которое дистанционно-виртуальное, конечно, оно не заметит, живого общения. Но тем не менее, немножечко лично я чувствую по себе и по своему окружению, что мы, мягко говоря, подустали. Вот. Расскажи, как ты готовишься к эфирам, как ты, в принципе, собираешь информацию, как ты ее проверяешь, какие источники используешь. И используют ли радиостанции такие источники, как те же блогеры? Как вы проверяете их? Ведь это не более чем лидер мнения и не всегда, на мой взгляд, там честная информация. Есть, конечно, такое, не знаю, насколько это хорошо, но я считаю, что здесь консервативный некий подход, который выбирают там традиционные СМИ и вот журналисты, которые, ну, действительно, журналисты, не блогеры, и там не просто люди, которые высказывают свое мнение, может быть, там авторитетные в какой-то отрасли, в интернете. Действительно, там есть доверие только каким-то официальным страницам, людям, с которыми ты много раз взаимодействовал и которым ты доверяешь, либо ты знаешь, в какую сторону у него могут быть какие-то там отклонения, там, где он может приврать, где он, либо ты знаешь, где его источники, поэтому примерно... Перепроверить можно, да? Когда все соцсети уже в тот день с утра были наполнены там вопросами, что город закрывают, там, какие-то учения в инфекционной больнице, потому что туда... Да, я помню эту истерию. Да, съехались машины, и все просто друг друга спрашивали, а официально была, ну, полнейшая тишина, и только уже ближе к вечеру сказали, что да, у нас там есть первый случай, и происходило там, видимо, то-то, то-то. Но вопрос с учениями был правительством опровергнут, а теми, кто их проводил, по-моему, это ГИБДД или УМВД, все-таки был подтвержден. Ну, то есть здесь ты можешь доискиваться правды очень долго. Я узнала недавно, что ты была в Москве на научно-практической конференции «Ученые против мифов». Почему ты там была? Почему для тебя это все-таки важно? И что, может быть, тебя удивило из этой поездки, из этой конференции? Да, теперь сладко так вспоминать, что в марте еще удалось куда-то съездить, вообще в начале марта. Форум «Ученые против мифов» заинтересовал меня вообще тем, что оказывается, да, есть очень много молодых людей в России, которые интересуются наукой. Вообще, это же тренд в последнее время. Все эти научпоп-книги, видео, лекции, это еще до того, как мы оказались на самоизоляции, стало популярным. Все любят лекции на TED. Да, смотрят. Что понимаешь лучше, а перестаешь злиться, например, на кого-то, потому что ты знаешь, почему он это сделал, почему он это сказал, почему в мире происходит так, куда пропали все деньги, когда остановилась экономика и так далее. То есть такое мышление становится более глобальным, да? А как ты считаешь вообще умение разбираться в этой информации, да, дает ли оно некое более здоровое мышление, что отражается на теле, на поведении, на каких-то привычках пищевых и так далее? Мне все-таки интересна эта взаимосвязь и вот твой опыт. Ну вот я тоже сейчас задумалась, это больше свод правил, которыми человек начинает пользоваться, да, в жизни, когда он знает, например, что у него там в подушке за полгода несколько сотен граммов каких-то клещей скапливается, надо бы ее менять. Да, этот факт, конечно, мотивирует. Да. Либо это просто какой-то вот взгляд взвешенный на каждое там явление, которое тебя может беспокоить, а может не беспокоить, потому что ты знаешь, что в принципе нет смысла там тревожиться по этому поводу, как это делают там твои окружения. Ты можешь немножко быть там спокойнее, беречь свою какую-то психику, да. Ну, действительно, я там начала что-то делать по-другому. Чаще всего, наверное, уговариваю себя меньше переживать. Ну, то есть это дает все-таки тебе некий фильтр, да, что не стоит эмоционировать по неким таким поводам, да. Да, потому что, мне кажется, вообще именно вот эмоции сейчас это то, чего очень много, то, с чем мы не умеем работать. Принято сейчас в последнее говорить, что все-таки обидчивые и ранимые, ведь это правда, все там политкорректность, она вот привела к этому. С одной стороны, да, хорошо, что нас там кто-то не ранит словом, принято следить за тем, что мы произносим, как мы произносим, то, что нас там Роскомнадзор и все-все-все могут привлечь к ответственности за какие-то там слова, неправильные выражения. Но, с другой стороны, надо все-таки не быть, наверное, мимозой, потому что это же прививка. То есть, когда, если мы полностью исключим из нашей жизни вот какие-то негативные, ранящие там тревожные факторы, то в случае, когда что-то случится и мы не сможем этого избежать, мы будем меньше готовы, чем если бы мы там периодически в каких-то микродозах с этим сталкивались. То есть, я поняла, небольшое количество токсичной информации все-таки для нас полезно, да, в таком здравом употреблении? Ну, вот полностью, да, от этого изолироваться, наверное, не стоит, хотя я понимаю, что это неприятно и никому не хочется, не знаю, мне тоже не хочется, мне приходится. А вот про детокс тоже, кстати, интересно мне вот тебя спросить, что ты делаешь, бывают ли у тебя моменты, когда ты хочешь просто все выключить? Я вот выключаю. Да, да, я это делаю, я это делаю, и ты знаешь, так получилось, что за период карантина, да, самоизоляции я отписалась очень от многих аккаунтов, я поняла, что там, ну, правда, начал сыпаться некий мусор, который я уже не готова была воспринимать. Детокс вообще дело хорошее и для ума, и для тела, и тут тоже у меня к тебе вопрос. Вот, например, вода. Вода, она в принципе, да, вот я со многими экспертами в рамках программы ЗОЖ разговариваю о воде, насколько она важна, и я знаю, что всегда, даже сейчас у нас тут пара кружек воды стоит в студии, да, то есть, что ты про это знаешь, как ты это используешь, и, может быть, есть какая-то информация, которую ты привезла с научно-практического форума? Ну, на форуме были другие вещи, тоже, кстати, интересные, про, например, то, какими показаны динозавры в парке юрского периода, какие они были на самом деле, реагируют ли акулы на человеческую кровь, или, там, можно всё-таки не бояться, что ты там поранился, оказался в воде, съедят тебя акулы или не съедят. Вот, говорили про БАДы и вот эти вот вещи. Про воду, наверное, нет, но скажу тоже, вот, принято думать, что, ну, все говорят, что полтора литра воды в день. Недавно где-то услышала фразу, что она мне тоже понравилась из разряда вот то, что там не наказывают себя за какие-то, то, что ты себе позволил лишнего. Если ты не хочешь пить полтора этих литра, не пей. Не стоит. Ну, правда. Возможно, тебе от этого будет лучше, чем если ты будешь каждый день полтора литра себя насильно вливать. А иногда хочется. Вот сейчас опять самоизоляция. Я по утрам делаю зарядки онлайн вместе с девочками из тренажёрных залов, потому что сейчас это недоступно. Зато, ну, вообще, это интересный опыт, и я, наверное, даже продолжу это делать. То есть, если ты ходишь на тренировку два раза в неделю в тренажёрный зал, когда он открыт, то здесь ты можешь это делать каждый день. И я должна сказать, что, там, я тонус мышц своих чувствую гораздо лучше, чем, там, за годы тренировок. И вот там я понимаю, что ты попрыгал-попрыгал, ты хочешь пить, и ты пойдёшь и выпьешь, правда. Ну, то есть интуитивный момент придерживается. Слушать себя, а не других. К ним только прислушиваться. И я, наверное, подытожу в рамках нашей программы, что, в принципе, да, интуитивное питание, да, интуитивное вообще восприятие информации, это, наверное, самое важное, если ты чувствуешь, что ты устал от информации, сделай паузу. Не смотри, не читай, не слушай, отключи телефон. Вот, а я хочу напомнить, что у нас в студии была главный редактор нашей радиостанции Ольга Бализина. Мы поговорили о том, как пользоваться информацией, как ей не пользоваться, чтобы не сойти с ума в наше время, особенно, когда сейчас информацию мы получаем в основном только онлайн. Спасибо, Оля. Беседа получилась интересной. Спасибо, Надя. Всего доброго, до свидания. ЗОЖ. Здоровье. Спорт. Жизнь.